Привет всем, друзья! Вы на канале Kik.ru. С вами снова я, Андрей. И мы сегодня поговорим снова про лучшую подборку смартфонов до 7000 рублей. Хотелось бы, наверное, даже чуть-чуть поменьше сделать, там до 5000-6000 рублей. Но я объективно посмотрел на то, сколько смартфоны эти могут стоить, в том числе в магазине Kik.ru. Ссылки на все смартфоны, которые я сегодня перечислю, будут тоже под этим видео. Там их не так много, поэтому не пылитесь, перейдите. Это те смартфоны, которые действительно многие все-таки ищут, рассматривают и спрашивают, потому что кому-то нужен смартфон как второй, кому-то нужен смартфон ребенку, кому-то нужен смартфон, допустим, маме, бабушке, которой в принципе все равно какая там камера, главное, чтобы она что-то сняла и так далее. Самое важное все-таки в этом сегменте, как мне кажется, в смартфонах это стабильная работа. Стабильная нормальная работа, что из этого топа, из этой подборки сразу исключает различные Fly, BQ, брендов третьего, четвертого и так далее порядков производятся. Иногда у них очень красивые цифры есть. Ребята, я этими смартфонами, смартфонами этих компаний когда-то пользовался, это была полная дичь тогда, это полная дичь остается и сейчас, поэтому ни в одну подборку нормальных лучших смартфонов они никогда не войдут. Первый в голову сразу приходит, это Xiaomi Redmi 7A, очень удачная модель у Xiaomi получилась, особенно на фоне того же 8A, который обновился, 8A это огромная лопата, 7A это смартфон не очень большой еще, 5,5 дюймов дисплей, разрешение невысокое, HD, и диагональ 5,5 и разрешение, качество дисплея очень неплохое, пользуется им комфортно. Опять же, людям в возрасте, опять же, можно сделать, зайти в настройки и сделать совсем крупные значки. То есть, экран большой, рамки не очень большие и, хоп, и все комфортно, отлично видно. При этом есть батарейка на 4000 мА, хороший процессор, который не дает смартфону сильно тормозить, это Snapdragon 439, оперативной памяти немного, 2 гигабайта, но все-таки, то есть, этого достаточно для того, чтобы смартфон использует как рабочую лошадку. Если вдруг вы покупаете этот смартфон, там, ребенку, простенькие игрушки хватит ему за глаза. Да и камеры, на самом деле, не хватает, конечно, звезд с неба, но все-таки она снимает более-менее. Разница между Redmi 7A и Redmi Note 7, например, она большая. И, то есть, в принципе, если вы готовы доплатить там лишние, там, 3000 рублей, то все-таки рекомендую обратить внимание на Redmi Note 8. Там уже совсем другой уровень производительности. Он намного быстрее, у него намного лучший экран, у него намного-намного лучше камера. Все у него лучше, ну, может быть, кроме автономности. Redmi 7A, топ-1, как для меня, вот в сегменте самых дешевых телефонов, до 7000 рублей. Redmi 8A, про него скажем. На самом деле, технически, это копия, полная копия Redmi 7A, но с большим дисплеем. Такой же процессор, 439, такая же камера, столько же оперативной памяти. Экран стал 6,3 дюйма, ну и батарейки еще отсыпали 5000 мА, и все. При этом он стоит дороже, и далеко не всем нужен такой огромный смартфон, кому-то он даже будет мешаться. Второй смартфон, который я вот все-таки выделил в этом сегменте, это Realme C2. В первую очередь, дизайном, наверное, он как раз может привлечь на фоне Redmi, который... Redmi классический такой дизайн. У Realme попытались как-то вычурно сделать в синем цвете, и у них это получилось, надо сказать. При этом Realme C2 очень неплохой смартфон получился, потому что также получил не очень большой дисплей, он компактный. Также батарейка на 4000 мА, и очень-очень, на удивление, очень неплохая камера, как за эти деньги, причем двойная. Да, у него похуже процессор, это медиатековский проц, но опять же, в этом сегменте, все-таки, как я уже сказал, основное, это чтобы смартфон нам работал хорошо, и, допустим, сильно не тормозил. Realme C2 это делает, поэтому какие могут быть снимающие вопросы. При этом это нормальный крупный бренд, не меньше, чем Xiaomi, если не углубляться в подробности. Поэтому его совершенно спокойно можно рассмотреть, нормальное количество встроенной памяти, причем слот раздельный по 2 сим-карту памяти. Опять же, дисплей неплохой, оболочка симпатичная, поэтому... Ну и тоже, кстати, можно сделать крупно-крупно, если там люди в возрасте, опять же, будут пользоваться. Однозначно рекомендую тоже рассмотреть в сегменте энергии смартфонов. Опять же, кому-то не нравится Xiaomi, пожалуйста, Realme посмотрите, точно тоже не разочарует. Причем есть еще версия на 3 гигабайт оперативной памяти, это вот тоже важное преимущество для Realme. Еще один смартфон, телефон, который тоже вот в сегменте очень недорогих хочется выделить, Honor 8S. Этот смартфон в первую очередь выделяется тем, что за совсем небольшие деньги он дает нам NFC. Плюс ко всему, у него процессор уже пободрее стоит, это Helio P35, помощнее, чем Snapdragon 439, на него даже можно что-то поиграть. Опять же, очень интересный дизайн и неплохой экран, тоже можно однозначно рассмотреть. Honor 8S очень такой крепкий-крепкий конкурент для Redmi 7A или Realme C2. Сложно с этим смартфоном, потому что там чуть-чуть доплачиваешь, и доплачиваешь там Huawei P Smart, который сильно лучше. Дальше хочу сказать про два смартфона на чистом Android, Nokia 3.2. В первую очередь, тоже неплохой процесс, хотя и послабее, это Snapdragon 429 и батарейка на 4000 мА тоже. Камера похуже, чем у того же самого Xiaomi, но, опять же, тоже на таком уровне, что сфотографировать текст человека и так далее что-то можно. Вечером ночью про камеру забудьте. В остальном смартфон работает нормально, достаточно шустро, опять же, оперативной памяти хватает. Экран, конечно, не очень там какой-то фантастический, но, опять же, тоже тянет. Немного хоро привлечет, опять же, бренд Nokia. Смартфон Nokia 3.2 работает, работает на чистом Android, работает хорошо. Это все, что нужно знать, и поэтому тоже можно спокойно рассмотреть. Еще один смартфон тоже на чистом Android, я его не стал перечислять сразу с первым, потому что он мне нравится сильно меньше. Это Xiaomi Redmi Go. Это, на самом деле, самый дешевый смартфон для подборки. По многим причинам у него оперативной памяти 1 гигабайт, у него там самый-самый дешевый корпус, процессор самый-самый простой. Но без него в топе все-таки было, наверное, пустовато, потому что, если говорить про вот самый дешевый, вот просто у вас даже вот в 7 тысяч даже нету, вот у вас есть 5. Вот Redmi Go, ну, посмотрите. Из-за того, что мало оперативной памяти, из-за того, что совсем грустненький процессор, это все-таки совсем уже, когда денег в обрез. В противном случае, докинуть тысячу, ну, лучше докинуть тысячу и Redmi 7а купить, и будет счастье. Сегодня Redmi Go вполне можно рассмотреть именно как звонилку, смс-компионит можно, в WhatsApp посеть тоже можно, в интернете тоже посеть можно. Без Redmi Go в этой подборке точно никак не обойтись. Для тех же, кто, ну, сейчас мы говорили про китайцев, но это Nokia не совсем китайцы, но есть люди, которые хотят крупный бренд, хотят Samsung. На самом деле, здесь есть один представитель, очень, на самом деле, на удивление крепкий, это Samsung Galaxy A10s. Новая моделька, можно даже, пусть сказать, A10, в принципе, они очень близки. Даже на фоне вот этих конкурентов, там, Redmi, Realme, там, Nokia и так далее, будут очень-очень неплохие, потому что имеют огромный дисплей, причем очень неплохой. Хороший аккумулятор, собственно, 4000 мА, корпуса интересные, есть даже красненькие. Так, и дальше, Samsung Galaxy A10 и A10s, наверное, даже можно было в первую очередь где-то поставить, там, смартфон от крупной компании, 100 телефонов, нормой брака у всех считается 4-5 телефонов, а у Samsung их два. Для кого-то это все-таки важно, и поэтому многие покупают Samsung, и при этом Galaxy A10 и A10s не так уж и плохи. Процессор, ну, тормознутый немножко, честно говоря, если объективно говорить. Но, опять же, функцию свою, рабочие лошадки выполняют на ура. Позвонить, написать сообщение, посетить в интернете, смотреть даже какие-то простенькие видосики, Galaxy A10 и A10s выполнят это спокойно и легко. При этом это Samsung. Да и, в принципе, на самом деле, все. Все. Подборка не очень большая получилась, и даже она получилась больше, чем я рассчитывал, если честно, потому что я думал, что смартфонов, я считал, найдут 2-3 модели, но нет, благо, нашел их несколько. Поэтому все эти смартфоны, которые я сейчас перечислил, еще раз посмотрите, сколько каждый из них стоит, например, по ссылке под этим видео в магазине Q.ru, купить можете уже прямо сегодня, с трехлетней гарантией. Ну, собственно, чего вы не смотрите, переходите и покупайте. Если с чем-то не согласны или хотите дополнить данную подборку чем-нибудь еще, или хотите спросить про какой-то смартфон, про который я в этой подборке не говорил, то всех жду в комментариях под этим видео. Но, в принципе, на самом деле, сколько я смотрел, я перечитывал, пересматривал моделек, это лучше, ребят. Поэтому переходите, покупайте. На этом, пожалуй, прощаюсь. Ставьте нам лайк, подписывайтесь на канал, если еще не сделали. Вот другие подборки, обзоры и сравнения. Всем пока.